Гала-концертом завершился детский фестиваль искусств «Январские вечера». На малой сцене зала зарядила ряды международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». После каждого выступления вопросы юных зрителей, юным музыкантам. Анастасия Павлова продолжит. Какой твой любимый композитор? Мой любимый композитор – это из русских, конечно же, Петр Ильичиковский. Вдумчивые ответы юных, но уже профессиональных музыкантов и абсолютно любые вопросы от зрителей. Гала-концерт фестиваля «Январские вечера» – пространство, где можно не стесняться и спросить все, что угодно. Конечно же, вопросы всегда от маленьких слушателей, это очень приятно. И я считаю, что всегда надо поощрять, отвечать на вопросы детей, которые, возможно, в будущем будут музыкантами. Такая интерактивность – особенность всего фестиваля «Январские вечера». Главная задача – вовлечь детей в мир творчества, будь то живопись или музыка. Возникает у юной аудитории ощущение, что люди на сцене – это какие-то особенные. Но когда они начинают с ними разговаривать, а у них такая возможность появится, они могут задать любые вопросы, то они понимают, что это такие же ребята, как они сами, и, может быть, у них появится желание тоже заняться музыкой. «Были не два вот таких перерыва, а много. Поэтому я не понимаю, где заканчивается первое, а где начинается второе». «Ну да, согласен с тобой». «Где началась эта инструмента, когда началась эта музыка?» На Агала-концерте по традиции выступают лауреаты международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» разных лет. Елизавета Гамарис – победительница 2023 года в номинации «Духовые и ударные инструменты». Говорит, жизнь после конкурса поменялась в первую очередь в самоощущении. «Я себя стала лучше чувствовать, более уверенно начала выходить на сцену. Ну, естественно, после «Щелкунчика» много пережили». Друзья и коллеги по сцене, пианист Михаил Пироженко и виолончелист Михаил Васильев приехали на концерт из Петербурга. Их дуэт сложился, когда им было по шесть лет. Выступать вместе решили сами. В конкурсе «Щелкунчик» участвовали в разные годы. В 23-м пианист аккомпанировал виолончелисту. И, возможно, это тоже сыграло свою роль. Друг стал победителем в своей номинации. «Мой, как вы сказали, друг, он меня всегда понимает, он всегда вместе со мной на одной линии». Конечно, я очень люблю с ним играть. Мы друг друга понимаем, слушаем. Когда у нас репетиции, то они даже не проходят, как бы сказать, неформально. Мы иногда общаемся, останавливаемся. И это очень весело. «Гала-концерт» завершает фестиваль «Январские вечера». Впервые смотр провели в 2007 году в продолжении легендарных декабрьских вечеров Святослава Рихтера. Только для юной аудитории. С тех пор он стирает границы между сценой и публикой. Анастасия Павлова, Алексей Акимов, Новости культуры.